Всем привет! Сегодня у нас очередная работа со звуками. Мамка Шмасека. У нас есть звук ха-ха, то есть хэ, то есть ха, потом буква а еще одна длинная, то есть ха, вот так получается. И если мы напишем ха-ха по-русски, то это звучит, ну, читается по-русски, как будто бы кто-то смеется. Здесь она не смеется, а она видит, как в запахах, такие ха-ха, издает звуки. Мы, чтобы перевести это более-менее точно, чтобы читали, понял, что она не смеется, а именно как бы запахивается, мы должны подобрать какую-то хитрость, такую придумать, чтобы человек понял, что конкретно имеется в виду. Для начала давайте подберем шрифт, который нам подойдет. Скорее всего, это будет Bridge. Bridge TTT у меня звук называется. Такие звуки я обычно перевожу так. Либо хах пишу, почему-то он мне по-немецки пишет, да? Что это за буковка такая, если это по-немецки? Погодите-ка. Я пишу хэ-ахэ. У меня стоит, погодите, стоит язык немецкий. Что это за буковка такая? Это, понятно, буква F, а это что за буковка? Интересно. Я такую буковку не знаю по-немецки. Какая-то нота получилась. Ладно, интересно. Ладно, давайте вернемся на русский язык. Это просто даже интересно, что это за буковка такая. Так, вот, либо я пишу вот так вот, хах, да? То есть, получается, сразу понятно, что это не смех, а какие-то более запыхающиеся звуки. Либо можно написать одну букву, один звук, у нас, видите, два, получается звука, раз и два. Один звук можно написать ха, а другой написать вот так вот, да? То есть, один ха, другой ах. И тогда читатели тоже понимают, что это все-таки не смех, а больше звук запыхания. Как вы это сделаете, в принципе, без разницы. Можно еще сделать вот так вот, ха-ха, да? То есть, она как бы долгий ха-ха, в принципе, как в оригинале и написано. Ну, в общем, какие-то более-менее, ну, какие-то уловки можно все-таки найти. Можно написать запыхается, да? Запыхается, да? Ну, без разницы. То есть, все равно видно, что слово довольно длинное, и если мы вот сюда будем его впихивать, то у нас сама семантика, да? Семантика называется, по-моему. По семантику поговорим в отдельном видео. Сама семантика, она как бы теряется, да? То есть, у нас как бы коротенькие вот эти вот ха, да? И при этом они длинные. Если мы такое длиннющее слово напишем, то запыхается, да? Вы сами хотите запыхаться, пока это слово будете читать. Вы запыхаете, пока будете это слово читать. Тайпинг запыхается, пока он будет это слово тайпить. В общем, это слишком длинно. Нам такого не подходит. Я напишу просто ха-ха вот таким образом. Мне нужно, чтобы оно было толстое. В принципе, ну да, можно толстенькое просто поставить, и все. Толщина здесь у меня не ставится. То есть, у этого шрифта у меня почему-то нету этих самых вариаций различных. У меня здесь только нормальный. Поэтому толщиной ставлю только псевдоположивный шрифт. Немножко побольше сделаем. И, в принципе, когда я делаю побольше, то вижу, что у меня толщина сойдет такая. Если бы она была слишком тоненькая, то можно было еще раз толщину сделать тем, что вы ставите обводочку в один пиксель, и она еще более толстая становится. Вот. Все. На экран осмотрелся. Ну, все. Толщину мы сделали, какую нам нужно. И нам нужна еще беленькая обводка. Беленькая обводка. Давайте два пикселя сделаем, чтобы она не такая толстая была. Вот. Это у нас перевод звука с обкотов. Стиль звука тоже сделали. Осталось только правильно спозиционировать. В идеале, конечно, вот этот вот ха-ха нужно нарисовать от руки. То есть, если я, допустим, буду делать манку за деньги, я вот эти ха-ха нарисую от руки сама лично, буковками. Почему? Потому что у нас здесь вот эта ха, она вот такая, а здесь она более длинная получается, да. То есть, я, если бы рисовала сама, то я бы сделала следующим образом. Где у нас тут спой новый сделаем. Мне нужна кисточка самая обычная. Вот такая. Размерчик потоньше какой-нибудь. Совсем тоненький, наверное, два пикселя. То есть, одна ха была бы вот такая, да. А вот эта вторая ха, она была бы вот такая какая-нибудь. Да. Вот так вот. Что-то в этом духе. Но я это делаю не за деньги, поэтому я делаю простенький вариант. Значит, звук мы перевели. Переходим к следующему этапу. Осталось его спозиционировать. Можно его спозиционировать чисто по оригиналу, либо, как бы, есть тут два варианта. Либо по оригиналу, либо более по-русски. Более по-русски я не делаю, потому что я считаю, что это теряется сам смысл самого звука. Часто бывает так, что автор рисует этот самый, как его, звук, который, допустим, он должен произойти, допустим, от, допустим, от рта, да, или от того места, что этот звук издает, допустим, от карандаша, да, карандаш нарисован, и от карандаша идет отсюда, допустим, звук такой волнистый, там, чирк-чирк-чирк-чирк-чирк, вот такой, да. И он прям, как будто бы, как вот это чирканье идет, и таким вот такой волной идет это чирканье. Если мы будем по-русски это писать, то, возможно, это чирканье будет уже не в таком виде расположено, да, а как-то по-другому немножко. Мне, конечно, сложно это объяснить. Возьмем, например, этого ха и напишем. Вот это вот ха, допустим, да, вот это вот особенно, оно как будто бы идет от нее и вниз идет, понимаете. Если мы возьмем по-русски вот это вот ха вот так поставим, то у нас идет уже это ха не сверху туда вот, вниз куда-то оно уходит, типа как расслабление такое, да. У нас же ха, оно возвышается вверх, получается. То есть уже, видите, у нее ха идет вниз, опускается, да, а мы это ха, если так поставим, то у нас идет вверх. То есть, во-первых, получается, что уже как бы направление звука идет совершенно другое. Я, наверное, сложно объясняю, пытаюсь довести какую-то от этого мысль, и мне самой это сложно понять, как это сделать. Наверное, тоже отдельно она будет физиашку какую-то снять, объяснить, что конкретно я имею в виду, на более ярких примерах. В общем, и получается, что можно вот, ну, если мы вот так поставим букву х, да, вот так вот, да, как мы любим читать, как русские читают слева направо, то меняется направление звука. А это я не люблю, потому что автор очень часто направление звука специально делает так, как он хочет. Поэтому направление звука здесь будет все-таки вот такое. Вот это будет наше направление звука. Вот. Еще что я не люблю. Не люблю я, когда такие вот маленькие звуки, у которых, допустим, нет направления, да, вот здесь, допустим, у нас есть звук цок-цок. Сейчас мы его напишем, такой же, в принципе, мне нужен шрифт, цок-цок-цок первый, да. Его мы сделаем тоже, обводочка беленькая, 2 пикселя, и тоже его сделаем толстенький, он толстенький уже, да, хорошо. Если мы его поставим чисто по оригиналу, вот так вот, да, то что получается? У нас получаются очень узкие русские буквы, которые издалека, ну, нифига не отобрать, да. Что тут написано, очень-очень сложно понять. То есть мы либо здесь делаем вот таким способом, да, то есть мы пишем вот этот русский цок вот так вот, да, и нам нужно будет больше стирать японские буквык, 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 уже запиналась, начинаем. И либо мы делаем вот таким вот способом, то есть идем тоже сверху и вниз, вот таким вот способом. Вот такой цок русскому человеку почитать все еще можно, поэтому вот здесь, в данном случае, вот так вот мы и оставим. То же самое касается этих вот х, то есть мы будем х ставить не так, не горизонтально, мы их наклоним, они не совсем вертикально будут стоять, а немножко по таким вот наклонам, чтобы мы увидели, что сверху, слева, вниз, направо идем. Еще разочек. Дубликат делаем сюда, его немножко поуже, вот так вот, второй. И этот цок будет у нас, дубликат делаем, тоже будет идти вот так. Тут смотрите, вот с этим маленьким цоком. В принципе, здесь у нас прям, будто реально вертикальный цок. Здесь вы можете либо оставить такой же наклон, как у этого было, да, потому что если мы вертикально поставим, то это уже сложно отчитать русскому человеку. Некоторые делают следующим способом. Некоторые пишут с, о и к, вот таким способом, да, там расстояние между строк можно, конечно, поменьше сделать. И вот так вот пишут срок. Тоже ничего так, да, то есть русскому человеку вот так можно почитать, да, еще. То есть хороший вариант. Единственное, что многие люди не любят читать, когда у нас, ну, когда каждая буковка на новой строке начинается, русские как-то, ну, не очень такое любят читать. Вот когда оно вот в таком вот виде, да, и повернутое, люди читают более охотно. Конечно, им приходится немножко поворачивать голову, но это, в принципе, полезно, разминает шею. Вот. Что еще, что еще. Бывает такое, что один звук приходится переворачивать, да, то есть у звука, допустим, идет он вот в эту сторону. Наверное, давайте вот так вот бывает, что звук идет как бы отсюда туда. Да, но если мы вот так поставим, да, то у нас звук совсем перевернутый, и вот так голову мужа читатель, по крайней мере, переворачивать не хочет. Вот это у нас нехорошо. Хорошо будет, если вы сделаете вот так. Конечно, у нас тут теряется часть смысла, потому что сок у нас происходит, а здесь уже получается не снизу идет сок, а по идее он идет сверху, вниз идет сок. Но бывает такое, что просто надо это уже по-другому никак не поставить. В общем, такие вот сложности в позиционировании я еще буду на других примерах показывать, чтобы вам было более-менее понятно. Здесь можно, здесь у нас стоит сок вертикально, поэтому я сделаю на кончик вот такой, чтобы слева, сверху слева, вправо, вправо в низний угол он шел. Потому что мы, нехропейцы, считаем именно в таком порядке. Ладно, на этом пока что все. Более хорошие и дальнейшие примеры, более дальнейшие примеры, вообще дальнейшие примеры будут еще рассматриваться, рассказываться. Я пока что-то видяшку так записываю, чисто для того, чтобы сама понять, что мне нужно вообще объяснять. Она как больше как болталочка, как урок я назвать-то не могу, потому что это больше такое внедрение в проблематику. То есть, приобретение в саму тему, что конкретно будет рассказываться на тайпе. То есть, позиционирование это довольно-таки интересная тема. И здесь есть тоже своя логика какая-то, которую тоже можно проследить. И, к сожалению, это делают не все, но я буду распространять свои идеалы на остальных, кто смотрит мои видяшки. И буду надеяться, что люди мои идеалы переймут и будут делать тоже так, как я люблю. Почему? Потому что я считаю, что так более красиво. Я учусь как бы на дизайнера. Помимо того, что я дизайнер, я еще там с типографикой очень сильно связана. То есть, как красиво оформлять тексты. Это все мы как бы изучаем, учим, практикуем. И я хочу просто, чтобы русская манга, то есть, не то, что русская манга, а манга, которая переводится на русский, была тоже красивой, качественной и крутой. Вот. И это должно оказаться не только вот букв, ну, не только самого сюжета, да, но еще и букв, которые там написаны. То есть, как более красиво написать облачко. В общем, чтобы глаз радовал абсолютно все. Не только картинка оригинальная, но и самый русский перевод чисто визуально, чтобы радовал глаз. Так, давайте на этом пока что все. Всем спасибо за просмотр. Часи.